Ну, честно, мне вообще с вами не интересно. Ну, я не могу себе наврать. Спонсировал одну игру мой брат. Любая фотография ВКонтакте должна была утверждаться продюсером. Наверное, мной двигало желание сниматься в кино. Наталья стоит, занимается сексом, у окна голая. Тот, кто больше был ближе к руководству, соответственно, мог влиять на руководство. Да и не я ушла, а меня ушли, поэтому... В Камеди мы никогда не ощущали себя звездами. Потому что я хочу сниматься в кино. Ну, вот мне нравится. Это твой и мой пропуск. Всем привет, я Гера Ивашенко, человек, который прошел на кастинг фабрику «Звезд 7». Потом стал ведущим новой фабрики «Звезд» с Ксенией Собчак на Муз-ТВ. В общем, я проделал огромный путь. Я приглашаю сюда, в эту студию, гостей, которые стали культовыми участниками разных шоу. Прошли отборы, пробы, кастинги. И, в общем, все-все-все, чтобы сегодня поделиться с вами опытом с теми, кто хочет стать популярным, но у них нет денег, у вас нету стратегии, понимания, куда двигаться и что делать. Поэтому сегодня в студии Наташа Медведева, комикесса, актриса. Телеведущая. Телеведущая. Сейчас ты как будто бы пропала немножко из медиапространства, возможно, из такого, нет, имеется в виду из хайпового. Так отлично, это все верно, это система, это цикл жизни. Потому что, ну, молодые блогеры, которые сейчас заняли позиции, они же не 15 лет на экранах. Они шишки набивают как раз пока что. И через 15 лет будут другие молодые блогеры, артисты, а эти будут где-то что-то вроде бы пропали из поля зрения. У всех есть циклы, и сейчас, ну, действительно, в свои 25 я была на хайпе, да, так скажем, на том уровне хайпа, какой был в те годы. Сейчас дорога молодым абсолютно меня вообще никак не смущает. Есть свой цикл, я сейчас мамствую. И, может быть, я пропала из молодежного, привычного поля зрения, да, ушла в другие поля. Знаешь, как мне говорят, а что-то у вас нет. Я говорю, а вы канал ТНТ просто переключите хоть раз в своей жизни, и тогда, возможно, вы меня увидите. И теперь мы говорим про прошлое. У нас большой блог, прошлое, которое привело тебя к нынешнему настоящему. То, о чем мало кто говорит, а если говорят... Мало говорят? Да. А прошло? КВН. Подожди, вот как туда ты попала? Как вообще происходит это? Вот эта школьная история? Не в школе, в институте. Туда брали тройчиков или что? Туда заметили и позвали. Нет, это как везде. Набирается, ищем таланты, например. Ты выступил, тебя, ой, слушай, классно получается, а пойдем к нам в команду КВН? Ну, пойдем. Опять что-то сделал, классно получилось. Вот тут, вот тут сделай, вот тут сделай. А пойдем, о, классно, а пойдем к нам в проект? Пойдем, мне нравится, я могу. И то есть образ рождался, какие-то сценки, все это на протяжении вот этого начального опыта? Это какие-то сценки, которые ты писала вместе с ребятами? Или тебе давали? Это как и вот творческий процесс, он везде одинаковый. Что это КВН, что у вас планерка на работе? Творческий процесс. Вы в какую-то сторону думаете и рассказываете о том, что у вас в голове, мысли какие. Соответственно, я не знала, как писать юмор, я не знала. Просто сокомандники увидели, что я смешная. И иногда они так говорили. Ты сейчас что-нибудь делай, а мы попробуем придумать. Ты медленно ползла, росла до КВН телевизионного. Как это происходило? Нет, я вообще немедленно. У меня мой путь до телевизионного КВН максимально просто стремительный. Не сравнить с путями или с судьбами других КВНчиков, которые по 10 лет идут до телевизионного КВНа. Я шла года два, наверное. Ну, вообще, итог. О, оп, а что, так? Действительно, вот так просто было. Я никогда не мечтала играть в КВН. Это не было моим какой-то детским пристрастием смотреть КВН с утра до вечера. Мечты такой не было. Некоторые из твоих КВН-овских коллег не скрывают. Сейчас уже как-то будут открыты, говорят. Я не знаю, нормально это или нет. Наверное, это может быть логично. Но у того же самого Маслякова в КВН команды часто или всегда сами себе должны найти спонсора, оплатить дорогу или еще заплатить за проживание или за участие. Именно желание команды, исключительно энтузиазм и вот это юношеский максимализм. Это, ну, КВН... У вас было такое, что нужно скинуться там? Ну, конечно, конечно, мы все сами. Мы работали на работах, чтобы эти деньги потратить на билеты в какой-нибудь Ханты-Мансийск, улететь в Северную Лигу и играть там. А как вы искали спонсоров? Было такое? Да. То есть ходили и отправляли письма. Вот команда КВН играет такой-то, можем то-то, то-то предоставить рекламу там-там. Ну, то есть отправляли по каким-то заводам. Я просто видел даже сам, когда ты знаешь эфиры, и там прямо озвучивают в кадре какие-то благодарственные слова. Иногда прям конкретному человеку. У меня, у нас так было, что в премьер-лиге спонсировал одну игру мой брат. Он тогда уже начал хорошо зарабатывать, и он просто, ну, да. Команда КВН, как там? А, команда Конфидор Двинятин благодарит Андрея и П. Андрея Медведева. Ну, что-то такое было, да. То есть, если в кадре объявляется спонсор, то дополнительно он не платит за то, что его объявляют. Нет, он как раз, спонсор оплачивает расходы твоей игры. А были какие-то ограничения? Ну, подожди, конечно. Я думаю, что существовали команды и существуют, которые выбивают себе еще и зарплаты, например, да. То есть от этого остается, ну, например, договариваются просто на определенную сумму, и ты уже сам эту сумму распределяешь, останется что-то вам как зарплата на команду, да, какой-то гонорар. Ну, типа бриллиантовый завод Сыктывкара. Да, да, да. Например, они оплатили то-то-то, ну, или они там сэкономили как-то на жилье, да, или не ели, и питались дошираками, и на питании, например, сэкономили. Или внесли статью расхода гонорар участникам, возможно. А было ли, есть ли какие-то требования были ли к этим потенциальным спонсорам? То есть, может быть, такая ситуация, мне, не знаю, оплатил алкогольный завод, к примеру, а потом дело доходит до игры, и мне говорит организатор, мы не можем в кадре озвучить этого человека. Конечно, есть определенный список, ну, ты же все равно, это же первый канал, в любом случае есть протоколы, кто может, кто не может. Или, например, один раз нас хотелось спонсировать, а нам не разрешили, потому что это слишком крутой спонсор, мы его заберем себе, типа того. Серьезно? Ну да, о, такой, как это у вас будет? А, типа, заплатила вам, там, условно, миллион, а реклама на Первом канале, там, из-за этих... Ну, как бы, слишком большой спонсор, да, понимаешь, если бы рекламировалась на Первом канале, они другие деньги заплатили, а так они заплатили 200 тысяч рублей команде, и такие на Первом канале про них сказали. Ну, то есть, просто есть какой-то этикет. А потом, получается, заработок на чем? На том, что популярные команды начинают гастролировать? Да, конечно, просто от корпоративов у тебя уже, от медийности и плюшки. У тебя в рамках команды, когда ты была в Квейне, ты уже застала? Были ли корпоративы? Конечно, мы в первый раз, когда нас показали по Первому каналу, все, у нас случились корпоративы, гастроли, выступления. Прикольно. И, соответственно, все, мы все ушли с работ, и мы начали... Почувствовали себя звездами? Нет, не почувствовали, в плане, что мы поняли, например, что я за корпоратив зарабатываю столько, сколько я зарабатываю на своей основной работе. То есть, это реально до сих пор условно работает один там показ на Первом канале, если ты еще и хорошо представлен? Сейчас не знаю. Тогда работала, да? Да, тогда работала, потому что развлекательных программ а-ля Квен больше не было никаких. Твое попадание в Comedy Woman. Там кастингов не было, получается, тебя туда пригласили? Да, меня увидели в команде Квен Гламур, мы еще не было на тот момент Фёдор Двинятина, не существовало этой команды вообще. Меня увидели в женской команде Наталья Андреевна, и, так как, приходите, вот с Мариной, с девочкой, с которой мы потом Двинятина были. До сих пор Наталья Андреевна называешь ее? Ну да, ну всем просто понятнее, я к тому, что я для зрителей больше так говорю, так-то она Наташа, да. Тебя попробовали, пригласили, был какой-то... Просто она говорит, ой, а вы пишите сами? Я говорю, мы, скажешь, сами пишем, а кто нам еще пишет? Да, у нас денег нет, но отлично, приходите, будьте сами писать тогда, и будете показывать, потому что, ну, грубо говоря, на вас мы денег на авторов не выделим. Ну, отлично, мы попробуем, все, мы с Вариной начали придумывать, писать, показывать, и оно заходило, и мы так попали в самый первый состав. С кем? С Мариной Бочкаревой мы попали, в паре выступали, но потом Марина Бочкаревой оказалась. Ты не спрашивала, почему? Нет, тогда это было понятно, потому что... Еще денег не приносила, да? Нет, она просто выбрала КВН дальше. А, все, я понял, то есть тогда условно Comedy Woman не был, перспективно, в смысле, не было понятно, что происходит? Да, это не телевизор был, это были только бары, клубы... А как долго это продолжалось? Два года. Вот, кстати, я смотрел, да, как раз твой путь и понял, что ты параллельно какое-то время существовала. Получается, ты как бы все яйца во все корзины, ты как бы и там не заканчивала карьеру, и тут продолжала, потому что... Нет, я у всех спрашивала, я могу там, то есть у вас нормально, грубо говоря, команда КВН есть, она не телевизионная. Проект не телевизионный, пожалуйста, как только там замочил телевизор, вуман, у проекта, и нам сразу сказали, вы не можете пойти играть в КВН, в телек, потому что у нас сейчас будет, ну, это несовместимо. Он говорит, ну, пока же мы не снимаемся, вот пока не снимаемся, мы поиграем в КВН просто в удовольствие. И мы начали играть, и в итоге мы аж до высшей лиги доигрались, а вуман все не снимался. И потом уже все, вот, назначили съемки, пилоты, НТ, все дела. Ну, супер, начнем сниматься дальше в КВН, как и планировали два года назад. То есть два года шли все разговоры о том, что вот-вот-вот-вот. Вот-вот-вот-вот, вот-вот, сейчас-вот. И денег не платили или только за эти выступления? Нет, опять же, корпоративы какие-то были, но очень мало. И вот все пытались попасть на канал и так, и сяк. Выступали по ресторанам и как-то усилились, так сказать. Вот, но потом, получается, нашей команде еще предложили продолжить сезон. А я так, подождите, ну вот же, вумен, мы наконец дождались. Я не могу так девчонок подвести, я им обещала вообще еще до двинятина. И поэтому я говорю, я не могу. Ну, то есть я обещала, что я буду сниматься, значит, я буду сниматься. Я вот когда тоже смотрел, изучал, и у меня возникла мысль о том, такая, что вот этот образ там Аллы Михеевой, Кошкиной, он всегда продается быстрее, лучше, дороже, такая сексидива. Еще и как бы сразу ты как бы, тебе не нужно даже париться, потому что рано или поздно на тебя клюнет мужик еще богатый, потому что ты вот такая, в этом образе красивая такая. А у тебя всегда не было про секс, не было давления. То есть ты всегда была такая своя, еще и добро чужая. Я зайду с другой стороны, это называлось. Ты как в шутку, может быть, не жалела о том, что, типа… Надо было туда. Типа, блин, вот эти так, а я тут… Смотри, я еще в институте, у меня был очень большой размер груди. Ну, не очень большой, просто из-за того, что я маленького роста, у меня третий размер груди. Я ходила там первый, второй курс на каблуках с вырезами, и я всегда привлекала большое количество парней. А когда ты начинала показывать юмор, мне приходилось прикрываться, потому что юмор у парней сразу в ту степь падал. Тебе либо приходилось… Тебе либо приходилось… А… Тебе либо приходилось… А, то есть, либо шутки приходилось писать бы тогда вот про это, да? Да, и меня это… Вот, меня это начало раздражать. То есть, я не могу ничего другого показать, потому что все смотрят туда. И, соответственно, такой путь сексуальный, да, в юморе меня не привлекал. И также… То есть, это определенное узкое направление шуток, образа, мини-юбок… То есть, тебе приходилось бы шутить в слово «посмотреться на мою большую грудь»? Ана, ну, в тему секса и в тему проституции больше, потому что, ну, какой юмор ты туда придумаешь, да? Женщина свободная с свободных нравов. Ну, да. Ну, возьми еще, да. Ну, что туда можно? А, получается, все остальное гораздо шире. И ты можешь миллион сделать образов без секса. А что касается Comedy Woman. Контракт, когда вы составили, подписали на сколько, на серию, на сезон. Как это, какие там были пункты, ставила ли ты какие-то условия? Были, были, очень жесткий был контракт. Но вот я сейчас встречаю молодежи, которые подписывают контракт, какие-то спрашивают советы. Вот ничем не меняется молодежь. Что сейчас, что 10 лет назад, что 30 лет. Не глядя. Не глядя, потому что все хотят туда. Да. Я увидел 70 листов фабрики звезд контракта. Мы сидим в гостинице, такие, начали первые две страницы. Блин, если ты не подписишь, ты там не будешь. Да. Какая цель? Контракт, да, конечно. Главное, меня сейчас покажут по телевизору, и вот я теперь звезда. Поэтому и в то время мы также не особо смотрели, мы доверились нашему руководителю, за всех девочек. Ну, так. Это потом, год и спустя, уже года два-три, ты такой, да ё-моё, это что за пункты такие? А ну-ка, ну-ка, надо менять. Ну, да, и уже начинали какие-то задавать вопросы. То есть, получалось, первый контракт был на сколько-то лет или серий? На пять лет он был. А, на пять лет. Это был с продакшном или с ТНТ уже? Нет, конечно, это был с Comedy Club Production. И какие там были пункты? Какие-то общие? То есть, было ли у вас советы между девчонок? Были, понятно, общие пункты. А вы встречались с девчонками, типа, так? Ну, конечно. Давайте внесём вот это. Не, не то, что внесём, мы возмущались каким-то пунктом. А, естественно. Из разряда чуть ли не... Любая фотография ВКонтакте должна была утверждаться продюсером. Чуть ли не генеральным директором. С самого начала. Comedy Club Production. Типа, чё? Это твой и мой пропуск. Ну, я думаю, что ты, наверное, ушла в тот момент, когда как раз поступило какое-то предложение, которое... Нет, нет. Я ушла в Чистополе. А, то есть, вообще... Да и не я ушла, а меня ушли, поэтому... Это случилось неожиданно, ведь там тебя предупреждали заранее. Нет, в принципе, это уже назревало годами, потому что вот я такая вроде бы... Обособленная была. Да, и часто я слышала комментарии там ко мне, может быть, режиссёры тоже через камень обращались. И вот это вот какая-то, знаешь, такая сносочка. Ну, она же неуправляемая. Вот точно она нужна? Ну, типа, в проекте. Как будто я какая-то неуправляемая. Как будто ты на сцене такая же и в жизни. Ну, нет. Ну, понимаешь, подтекст неуправляемая. В том плане, что я вот там я снимаюсь, там я имею право, там хожу. То есть я не сижу и слушаюсь. То есть такая непослушная, типа того. Это копилось. То есть участие в одном проекте, в другом проекте, потом на канале, там на каком-то ещё я поучаствовал. И всех это просто начало раздражать. Какой-то у меня агент появился. Понимаешь, никогда так вообще никто не понимал, что такое директор артиста, агент артиста. А ты смекнула раньше всех. Да, у меня в первый появился агент, потому что я первая нырнула в актёрскую историю и узнала, что там у всех есть агенты, и они всегда были. Это у нас их нет. Но я же так как в актёрском, мне тоже нужно просто, чтобы следить за договорами, ну вот кастинги какие-то, пробы, съёмки. И у меня появился, это тоже всех очень сильно раздражало руководство. И вот она копилась, понимаешь, раз копилась, два копилась. Вот там она где-то поучаствовала, мы ей говорили не участвовать. Она поучаствовала, давайте её накажем. То есть там раз меня наказали, два меня наказали какими-то гонорарами, участием в гастролях или ещё. Потом я отказалась писать номера, потому что я предложила оформлять авторские права всё-таки на меня, а мне отказали. Ну, вообще-то я тоже всегда, знаешь, говорю о том, что руководство, которое набирает классный, молодой, горящий коллектив, должны понимать, что если вы растите людей, они добиваются профессионализма, у них появляется опыт, нельзя к людям относиться как к студентам. Как тогда? Жей подай, перенеси, да. Нужно вовремя расти вместе с ними и руководству понимать, чтобы удержать коллектив, увеличивать зону свободы, влияния, бюджет. Да, да, да. Если бы было просто уважение к твоему росту, наверное, на тот момент, я сейчас просто фантазирую, да, что, может быть, как-то уважительно относились просто к интересам, не обесценивали твой рост, плане твоей желания, твоей мечты, потому что у тебя мечты были же не только вот сниматься до конца своей жизни, да, то есть у меня какие-то ещё новые-новые планы. Если бы это всё поддерживалось, то ты, собственно, весь этот импульс, энергию туда, да. Да, всё, что ты узнавал нового, ты всё нёс бы сюда, как бы в общий дом, в общий дом комедий-вумен. Но этого не случалось, ты, знаешь, получал раз-отказ, два-отказ, какое-то напряжение, недовольство, критику свою. Ну, и ты отдаляешься, как от любого человека, если тебя будет всё время подносить, гнобить, ты как бы, ну, не сможешь это выйти, ты начинаешь огрызаться, защищать свои границы. Была какая-то, может быть, депрессия, апатия? Нет, депрессии не было, я точно помню этот день, когда мне позвонили и сказали, всё себе, до свидания. Я помню, я так, а я в этот момент должна вести свадьбу у своих друзей. И прям вот день свадьбы. Венчание, то есть прям очень счастливый светлый день. Я стою, и у меня такое ощущение, вот я вижу себя в поле, у меня как будто огромные крылья вырастают. И я такая, ой, всё, так у меня тело как будто пронзил такой воздух. Типа хорошо, это как бы назревшее решение, которое приняла не ты, а слава богу. И я, и то есть меня прям, знаешь, тебе вот отпустили, тебя прям отвязали и отпустили. И ты такой, вроде бы ты не знаешь что куда, но тебе так хорошо. Вот это очень странное было состояние, и вроде бы заплакать надо, а он не плачется, засмеяться, не смеется. И ты в таком каком-то воздухе висишь. Потом ты ещё стала участвовать в такие шоу на выживание. Да, да, да. Как это случилось в твоей жизни? Выход ли это из зоны комфорта? Были ли туда кастинги, тракты? Я очень мечтала, всё детство я смотрела «Последний герой», и я, ну, меня это завораживало, назовём так. Я, может быть, вслух никогда не произносила, и никому это ни из своих родственников, друзей не говорила. Ну, а тайная фантазия. Ну, да, я помню, что я вот, не отрываясь, смотрела на эти «Последние герои», вот ещё самые первые. И когда просто мне… Типа, неужели? Я иду по улице декабрь, по-моему, я даже что-то загадала, что-то, ну, типа вот желание у меня какое-то появилось, поучаствовать. Потому что я на тот момент из подобного участвовала только в больших гонках, и мне очень это всё понравилось. Короче, я иду, звонок, и мне прям вот, здравствуйте, там Наталья, тут что-то говорят, и вот будет возобновляться шоу «Последний герой». Я бы, я прям замерла. Я готова сама была доплатить, чтобы там участвовать. А что можно было с собой брать, помимо вот лекарства, то есть, или чего нельзя было брать? Можно было брать только предметы одежды. Всё, на небольшой рюкзак. Вот сколько у тебя влезть, что хочешь бить? А щетку там зубную пасть? Нет, предметы быта, ничего из предмета быта брать нельзя. То есть, получается, что вы на проекте какими-то испытаниями заслуживали эти зубные щетки, или вы не чистили зубы-то? Нет, все чистили зубы, мы просто наматывали кокос, шелуху от кокоса, она такая, ну, ворсистая вот эта и чуть ли так. А, а посуду мыли песком, как в деревнях условно. Да. Ой, это прикольно. Да, тебе понравилось, езжай. А какие-то контрактные обязательства подписывали, опять же, не разглашения? Ну, конечно, всё, как в любых проектах. Каждый проект защищает свои права, пытается не нарушить твои права. А с психологом какие-то были у вас до беседы, чтобы, например, там редакторы, опять же, понимали, кто из вас, какой по типажу, на что давить? Смотри, какой момент. Это реалити, все реалити-шоу, это отдельный жанр, он абсолютно не похож. Там очень плохо срабатываются люди просто из кино, из обычных телевизионных передач. Это не похоже на обычные съемки. Соответственно, в подобных проектах группы заточены на реалити, они уже все всё знают. Не одно шоу сняли, поучаствовали, в экспедициях поездили, и редактора, соответственно, подобраны особенные для подобных шоу, понимаешь? Они уже знают, как с тобой поговорить, как разговаривать, или как успокоить, или как не давить, или надавить. То есть, они всё прекрасно уже знают. То есть, вот расскажи, пожалуйста, закадрово, как устроен такой проект? Потому что на Фабрике звезд там и анализы нас брали, и там какие-то штуки проверяли, и кого-то вызывали, да, на какие-то беседы отдельные. В ней был психолог у нас, доктор Андрей Курпатов. Нет, всё не такое. А вот всё равно ты видишь, редакторы знают, на что давить. Но это так, не так. Как подсказать? То есть, вот проект видят зрители. Там вас как-то вызывали, записывали про файлы, что-то там только записывали про файлы, только в те моменты с нами общались редакторы. Когда записывались, другие моменты, когда ты живёшь в лагере, тебя ходят снимать, никто с тобой не разговаривает. Ты даже хочешь спросить, а сколько времени? Они просто отворачиваются. Им запрещено с нами. А во время профайлов? Библия проекта. И она придумана не нами, а американцам. Это американский проект. И, соответственно, они шли исключительно по протоколу. Понимаешь? И мы ехали с каким-то администратором в лодке. А сколько времени? Ха-ха. Типа его на фонд брали, что нам сейчас что-то скажет. Потому что часов у нас не было времени. Типа сигарет. Да, да, да. В шоколадке все не завалялось. Ха-ха. Нам нельзя. Не знаю. Очень односложно отвечали, либо говорили, нам нельзя с вами разговаривать. Отстаньте. А вот во время профайлов сливали же что-то типа, а вот та про тебя сказала вот это. Да, нет. Пытались как-то настроить. Чтобы ты сказала? Да. Вот мы заметили некий конфликт между… Я так, а я ничего не видела. И все, не знаю. И пытались… Мы вот заметили, как Лиза смотрит на Херафима особым взглядом. Вы заметили у них некую экскру? Скру. Если проанализировать вот твое участие в «Последнем герое», чего ты от себя не ожидала, что ты новое для себя открыла, и как вот эта история расставания с детьми, с мужем, потом с ним или ты обсуждала, вот когда… Ну, ты-то там прожила, а он потом это смотрел, наверное, ну, там, по телеку, что-то как-то делились. Вот как это повлияло в целом на жизнь, удивило ли тебя что-то в себе? Да, конечно. Все, кто… Мы отдельно сектой себя называем те, кто был в «Последнем герое», потому что это опыт невероятный. один из… Вот в каком… Меня спрашивают, какой твой там самый крутой проект, в котором ты участвовал, «Последний герой». Потому что там другое происходит. Там, где трансформация, жесткая трансформация личности, ты без телефона… Я забираю телефон, и вот на острове ты передумываешь, обдумываешь… Ты это… Ты сам с собой… Вынужден… Вынужден… Вынужден быть… И никуда не убежишь… Ну, да. То есть это исключительно твоя работа сам с собой. Я не знаю, как еще это вот… Я понял. Причем если первые сезоны «Последний герой» шли, когда не было телефонов мобильных… На первом канале вот эти там… Да, да, да. А потом, когда мы все это вошло в жизнь… Мы все всегда в них, мы всегда в заботах, в хлопотах, в работе, в работах-заботах, а тут ты один на один с собой. И все сто процентов участников не хотят уезжать потом в софт. Сейчас какие-то открытые предложения или кастинги, или тракты, или что-то вот сейчас у тебя есть? Нет у тебя такого вот сейчас ощущения, допустим, что, блин, меня зовут как участницу шоу? А, например, давно не звали… Меня зовут очень давно, как участницу какого-либо шоу. А как ведущую? Как ведущую, как ведущую, как актрису, какие-то проекты, кинопроекты, сериалы, также идут все всегда пробы параллельно, проекты на каналы, соведущие, ведущие, рубрик, программу. А было такое, например, что с появлением детей все больше и больше… Но росло как ком. Как женщина, как человек, ты еще не перешла в какой-то новый… Новый виток… Статус. Да, в новое амплуа. А тебе уже такие режиссеры типа, ну, нет, Наташа, ну, ты чего там, например, уже все, пора вот играть… Не, наоборот, меня до сих пор… Я столько раз слышала и была свидетелем, и попадала в эти смешные ситуации на кастингах, когда я прихожу, мне приходит предложение, описание моей роли. Страшная, пухлая подружка, толстая, страшная подружка, типа, ну, референ, знаешь, какой-нибудь, и отдаю, е-мое. То есть, я прихожу и все такие… А как? Как так? Я говорю, как так? Я не страшная и не толстая? А как вы меня такое видите? Ну, и все, блин… Наталья Медведь из меня. Актриса, телеведущая, мама, жена, блогер и всевозможные ипостаси, в которых еще ее никто не видел, но она готова показать себя практически со всех сторон в ближайшем будущем. Ура! Спасибо тебе огромное, Наташа! Ура, ура! И тебе спасибо!